Парк Сунг Йен. В сети его прозвали Азиатский Ронни Колман, который также, как и Великий Рон, совмещает тренировки с железом и работу в полицейском участке. Форма представителя власти в обтяжку поверх внушительной мускулатуры, само собой, привлекла немало внимания местных жителей на улицах Южной Кореи. Но благодаря тому, что мы живем в эпоху соцсетей, известность Парк Сунга очень быстро ширится на весь мир. Главный поединок UFC Fight Night в Лондоне Даррен Тил против Горхе Масвидаля Сможет ли опытный боксер одолеть молодого кикбоксера? Ролик создан при поддержке компании Паримач. Все ссылки в закрепленном комментарии под этим видео. Бодибилдинг в последнее время очень быстро набирает популярность в азиатских странах. Чтобы вы понимали, у них даже стали проводиться отдельные для сотрудников полиции соревнования по культуризму, в которых Парк Сунг, само собой, лидирует уже не первый год подряд. Помимо этого, он имеет опыт участия на местных и международных турнирах АФББ Про Лиги среди лучших атлетов Кореи. О планах карьеры в бодибилдинге как об основной занятости Парк Сунг пока не загадывает. Сейчас он стремится к тому, чтобы максимально помочь развитию бодибилдинга у себя на родине. А многочисленные комментарии и внимание публики на контент корейского копа в интернете свидетельствуют о том, что ему это удается. Существенным толчком к занятию бодибилдингом для меня стала успешная карьера Чул Суна и других моих соотечественников в Маслмане. Быть большим и сильным нынче в тренде – это как ездить на машине, которой нет ни у кого. Работа в полиции не мешает мне соблюдать режим тренировок. Да и мне с ним на самом деле не так уж и сложно справиться. На профессиональном турнире я соревнуюсь всего раз в год, так что жесткий режим приходится соблюдать нечасто. Работа в полиции, со слов Парк Сунга, намного сложнее, чем процесс ежедневной рутины в зале или на кухне по наращиванию сухих мышц. Иногда приходится выезжать по вызову, где ты просто не знаешь, чего ожидать от неадекватных нарушителей, которые могут быть вооружены и холодным, и огнестрельным оружием. Жизнь это не Голливуд, и профессия моя не имеет ничего общего с романтикой. Задерживать преступника, а мне не раз приходилось это делать, это вам не железо в зале под музыку поднимать. Я бы выбрал профессию намного спокойнее, но вся моя родословная носила погоны. Это у меня в крови, и я не представляю себя на другом месте. Как самый известный полицейский Кореи, само собой Парк Сунг очень популярен на местном телевидении и прессе, поэтому он совсем не обделен в финансах, получая прибыль с участия в разного рода шоу и фотосессиях. Бодибилдинг требует значительных вложений и огромных знаний, как правильно этими вложениями распорядиться. Мой совет начинающим – не зацикливайтесь на спортзале, развивайте интеллект не меньше, чем массу. Работа в полиции больше приносит мне всякого рода льготы и страховку, чем заработок. Кроме того, Парк Сунг работает тренером женской команды по фитнесу и бикини. Им нужен профессионал, который знает всю изнанку этого спорта. Именно так характеризует свои навыки Суперкоп и даже предлагает желающим советы в режиме онлайн со своего аккаунта в Инстаграм. Парк Сунг – очень набожный человек. Все свои удачи он считает предназначением свыше. Также благодарит Бога и за неудачи, которых не избежать, ведь они, с его слов, предназначены нам для укрепления. Если бы мечты каждого человека сбывались, кругом были бы одни только спортсмены, певцы и актеры. Поэтому с самого начала нужно быть готовым к тому, что ничего не будет получаться. Я был к этому готов и воспринимал как должное. Мечту нужно пронести сквозь годы неудач и разочарований. Именно это отличает победителей от неудачников. Я 12 лет отдал тяжелому труду в зале и постоянным экспериментам над своим телом, чтобы найти то, что работает только для меня. Неудачи могут преследовать вас годами и даже десятилетиями, но нужно проявлять характер и помнить, что вы не можете проигрывать вечно. В подобной манере Парк Сунг вещает в интернете, мотивируя тех, кто одержим бодибилдингом. Богатая на рис азиатская кухня в сочетании с качественным мясом благотворно влияет на растущий организм корейского суперполицейского, на которого, кстати, уже положили глаз партнеры из Масл Анфитнес и Масл Мэг, на обложках которых Парк Сунг появился в традиционном для него образе героя-полисмена с огромными мускулами. «Не вижу ничего плохого в том, если мужчина стремится быть большим и сильным. Плохо, когда он хочет быть гламурным и сексуальным. Я провожу лекции, где мне часто задают вопросы о допинге. Это личное дело каждого. Меня не спрашивать», — говорит Парк. По некоторым видео Парк Сунга можно подумать, что он только ест весь день в управлении, вместо того, чтобы выполнять работу полицейского, очищая улицы от преступников. На самом деле это не так. В перерывах между заполнениями протоколов о задержании Парк Сунг продолжает жить жизнью бодибилдера, увлечение которого переросло в профессию. «Я ношу с собой сумку, холодильник, ем строго по графику 6 раз в день, сплю 7 часов в сутки, тренируюсь 5 раз в неделю, никогда не ищу экзотических систем или принципов интенсивности, придерживаюсь классики, все решает генетика». Парк Сунг гордится тем, что за многолетний стаж тренировок не приобрел ни одной травмы. Для профилактики от растяжений мышц и связок он регулярно посещает массаж и сауну. Особенно в дни сушки перед соревнованиями, когда организм обезвожен, ослаблен диетой и больше всего восприимчив к всякого рода разрывам и повреждениям. Такой вот сегодняшний герой Парк Сунг, корейский Ронни Колман, или азиатский Ронни Колман, точнее сказать. На этом все, друзья, это был Алексей Мокшин, канал Спортфаза Перезагрузка. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ну и в общем лайк, все как всегда. Всем счастливо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!